всем привет друзья сегодня у меня такая вот модель отчета c1s и замена дисплейного модуля вот такая подубитая модель не знаю сколько раз падала углы погнутые все каркас тоже видите да немного гнут и что создаст там небольшие сложности при установке нового дисплейного модуля потому что придется его упрямлять иначе будут щели вот здесь между рамкой дисплейного модуля и каркасом и так звуки есть я проверил зарядил телефон даже касание тачскрина чувствуется вот экран погаши и так давайте разберем телефон проверим поставим новый дисплейный модуль вот так вот выглядит очень качественные мануле модуля идут у нас на htc запечатанного двусторон пластиком виде и так разбираем телефон запоминайте болты друзья потому что они разные здесь в данный момент мы два болта сняли сверху с 6 лучевой головкой сейчас с крестообразной они чуть потоньше снимаем нижнюю крышку на двусторонним скотчем глядя до нас уже разбирали обычно она приклеена немного сильнее приходится чем-то поддевать чтобы снять ее вот еще два крестообразных снимаем эту пластиковую рамку далее отделяем дисплейный модуль от каркаса таким образом вот это то про то что говорил каркас у нас немного гнут и будем выпрямлять откручиваем еще один болтик крепящий плату снимаем красную рамку сняли рамку защитный пластик разъемов отстегиваем разъемы давайте проверим новый дисплейный модуль обращаю внимание разъемы вставляйте до конца до метки итак включаем телефон не хочет включаться давайте попробуем еще раз включился телефон дисплей как мы видим нормально сейчас проверим тач после того как загрузится телефон я недавно снимал видео где-то месяца полтора назад наверно мы меняли гнездо зарядки гнездо зарядки на данной модели вот сейчас заменим дисплей очень тонкий очень тонкий очень тонкий алюминиевый сплав тем не менее выпрямить необходимо не перестарайтесь итак загрузился телефон разблокировка экстренный вызов вроде все нормально как я уже сказал очень качественные дисплеи идут на итак выключаем телефон как положено снимаем новый дисплей также разъем боковых кнопок мы отсоединили снимаем разъем к аксиального кабля далее здесь у нас защелка такая которая защелкивает плату на каркас стегнули стегнули основной шлейф батарейку итак давайте приступим в принципе ну так вырвало у нас видите убитый телефон конечно думаю можно даже не греть его давайте вот здесь внизу погреем итак будьте аккуратным потому что внизу у нас находится шлейф нижних кнопок подсветка вот она у нас сняли разъем очищаем периметр от грязи от стекол от скотча старого до сих часов до сих пор до сих пор как от этого нужно покатать первый декор лечение не в принципе, если снять если телефон в неплохом состоянии я имею ввиду, если снимать дисплейный модуль с телефона, который в неплохом состоянии то можно оставить и старый скотч но это, конечно, не наш случай если сюда попала пыль, значит все скотч надо снимать вот этот нижний неплохой у нас удаляем пыль давайте снимем нижний пластик устанавливать пока не будем просто вставим дисплейный модуль посмотрим, как он будет вот, видите, о чем я говорил видите, насколько приподнялся один из концов то есть каркас настолько кривой, что итак, друзья, я ставлю на паузу сейчас я его всеми подручными способами поставляю, постараюсь выровнять каркас вот, и проверить его вот, видите как играет итак, ставлю на паузу ну, вроде бы выровнял вроде бы выровнял вот ни зазоров, ничего нету просто руками выравниваете и постоянно приставляете там, какой-нибудь металлической линейки или вот, как в моем случае стекло от айпада вот проверяйте насколько рамка ровная с другой стороны вот вроде все нормально ну, вроде все нормально зазоров нету так давайте устанавливать давайте проклеим новый дисплейный модуль проклеиваем периметр весь полностью вверх старайтесь не наклеивать наклеечку на на тот отрезок тачскрина, где находится датчик сближения то может привести к неисправности его наклеим на низ давайте все-таки поменяем нижний скотч тоже этот старый давайте лучше удалим потому что разная толщина двустороннего скотча то есть мы наклеили по периметру одну толщину а здесь стоит совсем другая может привести к зазорам нежелательным снимаем скотч другое дело когда вы снимаете целиком дисплейный модуль я имею ввиду и посадочный скотч остается целым полностью такое бывает и в прекрасном состоянии тогда конечно его можно оставить разность размеров может повлиять на вид на общий вид уже готового телефона и так вставляем убираем защитные бумажки с нашего супер тонкого скотча очень надежные несмотря на то что он тонкий всегда говорю советую вставляем дисплей сначала разъемы вот в это отверстие вот в воде любого нормального стекла далее вставляем плату в общем пыльный телефон был конечно Вставляем сначала разъемы дисплеевого модуля, так будет удобней. Не забудьте под платой какой-нибудь шлейф. Итак, вставили, отметки до конца всунули, застегнули, разъем боковых кнопок, застегнули, поставили свой защитный пластик. Нижний шлейф, застегнули, батарейка, далее ставим красную рамку, не забудьте. Прикручивается одним болтиком, вот этим вот, с крестообразной шляпкой, отставить. Забыл, допустил ошибку небольшую, забыл коаксиальный кабель. Вот он у нас. Оставил его под платой. Так, пристегиваем кабель. Далее ставим рамку. Перекручивается внизу, и сверху она застегивается таким вот образом в пазы. Далее, не забудьте болтик, который крепит плату, вот здесь вот он у нас внизу, маленький, с шестилучевой шляпкой закрутили. Давайте вставим теперь в каркас, в алюминиевую рамку, которую мы также выпрямляли. Вставляем. Резинка микрофона постоянно мешает вытаскивать ее вот так вот, чтобы модуль заходил. Алюминиевую рамку не мешало бы, конечно, еще выпрямить. В принципе, можно попробовать просто закрутить ее болтами. Я думаю, будет нормально. Здесь у нас на низ идут длинные, тонкие болтики, черные, с крестообразной шляпкой. Запрутили. Вроде все встало на место. Сразу ставим нижний модуль. Тут у нас находится антенна с громкоговорителем. Держится она на защелках плюс двусторонний скотч. То же самое бывает такое, что он изнашивается. Его лучше поменять, если не держится. Так, собираем верх. Четыре болта. Крышку с антенном модулем то же самое. Она у нас на защелках. Плюс Вроде не еще так получилось. Нету щелей, нет зазоров. Но это, конечно, уже не исправить. Телефон битый. Это только менять рамку. Но, в общем-то, получилось неплохо. Все работает. Итак, друзья, с вами был Dov. Только что мы поменяли дисплейный модуль на HTC One S. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И всем удачного дня. До свидания. До свидания.